Сейтара Кимура объявился тогда, когда мы этого вообще не ожидали, а некоторые вовсе думали, что он ушел со своего поста главного продюсера серии E-Football, и тем не менее, он все еще на этом посту и успел даже поделиться небольшим интервью, которое он успел дать до релиза обновления 1.0.0 для издания IGN. Оно по большей части посвящено обновлению 1.0.0, в котором рассказывается про основные функции и механики данного обновления. Однако, в нем упоминаются ивенты, посвященные чемпионату мира, также продюсер упомянул пару слов про мастер-лигу, кроссплатформенность и так далее. С полной статьей вы можете ознакомиться в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которую присутствует в описании. Ну а в рамках данного ролика, предлагаю ознакомиться только с наиболее интересными тезисами из данного интервью. Устраивайтесь поудобнее, я напоминаю, что вы находитесь на канале Реалистик Пес, и перед началом данного ролика, не забудьте поддержать видео лайком, ну а если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Как я и упомянул ранее, вся данная статья по большей части посвящена обновлению 1.0.0. В ней Ситара Кимура рассказывает про основные направления игры во время разработки данного апдейта. В частности, он упоминает про обновленную механику защиты, также про то, что в игре появился новый режим Dream Team, который заменяет MyClub, и все в таком роде, о чем мы уже говорили не единожды. И самое интересное, как и всегда, появляется только в самом конце. В частности, редакторы издания IGN упомянули, что в предстоящем футбольном сезоне пройдет чемпионат мира в Катаре. И задали соответствующий вопрос, стоит ли что-нибудь ожидать в игре по этому случаю. На что Ситара Кимура ответил следующим образом. Я не буду зачитывать его полную цитату, а скажу вкратце. В игре планируются соответствующие ивенты, которые будут включать в себя игры за сборную. Однако, ничего больше ожидать не стоит. То есть, никакое отдельное DLC, посвященное чемпионатам мира, ожидать не стоит. И этому способствует парочка причин. Первая, поскольку большинство прав принадлежат Electronic Arts, несмотря на их разногласия с FIFA. На то время, у них все еще будет право на использование имени и также на использование графики чемпионата мира. А поэтому, отдельное DLC стоит ожидать у FIFA. У eFootball же в это время будут отдельные ивенты, которые скорее всего будут в фейковом виде и без соответствующей графики. Возможно, японцы добавят некоторую графику, как это было в 2014 году, с чемпионатом мира 2014 года в Бразилии. Когда они добавили отдельное DLC с фейковым чемпионатом мира, однако с реальным мечом. Возможно, что в этом году будет что-то похожее. В 2018 году мы подобного DLC не дождались, однако, возможно, что в этом году ситуация изменится. Также в лишний раз спрашивают про кроссплатформенность у игры. И продюсер игры подтверждает, что они все еще держат в уме планы по кроссплатформенности eFootball 2022. На данный момент доступны игры между PS4 и PS5 и Xbox One и Xbox Series X. В дальнейшем же они планируют расширить список платформ. И прямая цитата. Вместо того, чтобы иметь чемпионов на каждой платформе, мы хотим, чтобы чемпион, лучший игрок из всех, существовал независимо от платформы, которую он использует. То есть, несмотря на все это, кроссплатформенность все еще остается в eFootball и разработчики не планируют сворачивать свои планы по этой затее. Однажды на этом канале мы поговорим о том, как кроссплатформенность убила серию PS и провалила запуск eFootball. Однако, это как-нибудь в другой раз. Ну и совсем уж в концовке данной статьи упоминают и Мастер Лигу. Айджен спрашивает, стоит ли ожидать новую Мастер Лигу, которую фанаты полюбили в серии PS. Продюсер отвечает на этот вопрос достаточно уклончиво. То есть, я мало что могу сказать, но Мастер Лига каким-то образом будет включена в eFootball 2022. Он упоминает, что вокруг данного режима ходит много слухов. То есть, вокруг улучшенной версии данного режима. Однако, я про такие слухи ничего не слышал, точно так же, как и комьюнити. То есть, как таковых слухов об обновленной карьере нет. Да и соответственно, насколько обрезанный режим нам стоит ожидать, мы также не знаем. И ответ Кимора на это, к сожалению, свет особо не проливает. И это был обзор статьи с участием продюсера серии eFootball, Сейтара Кимура. В комментариях обязательно делитесь своим мнением по поводу услышанного. Что вас ждете от ивентов, посвященных чемпионату мира в Катаре. И что, по вашему мнению, из себя будет представлять обновленная Мастер Лига в eFootball 2022. Обязательно поделитесь в комментариях. Помимо комментариев, не забывайте поддерживать ролик с своими лайками, поскольку это так же немаловажно. Ну и подписывайтесь на данный канал, если находитесь здесь впервые. У меня на сегодня все, и я всем благодарю за просмотр этого ролика. До встречи в следующих видео на канале Реалистик Пес. Всем пока, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова